Всем привет, меня зовут Маша, в этом видео я распакую посылку из золотого яблока. Всем привет, меня зовут Маша, на канале это уже вторая распаковка из золотого яблока. Вроде бы ту распаковку посмотрело довольно много человек, за что вам большое спасибо. И мне все-таки привычнее про косметику снимать вертикальное видео, не знаю, как-то более комфортно что ли. Но просмотры были хорошие, поэтому я решила снять горизонтальное видео, чтобы оно было подольше, чтобы побольше поговорить. Все-таки, мне кажется, подобные видео сближают блогеры с аудиторией, и мне кажется, их важно делать. Поэтому это видео будет именно про это, про распаковку из золотого яблока. Косметику тестировать я уже буду в шортс, потому что сегодня просто хочется распаковать, посмотреть, полазать, вот это вот все. Цены я прикреплю, ссылки на товары тоже будут, поэтому заглядывайте в описании. Там также будет ссылка на мой телеграм-канал, можете туда подписаться. Вот. Вроде все сказала, я надеюсь. Давайте начнем. Это самый дорогой заказ из золотого яблока, который я когда-либо делала. Я потратила просто все деньги, что у меня были. Еще вторая часть этой посылки приедет ко мне завтра, кажется, потому что, не знаю, почему-то мне так вот доставил курьер. Сегодня одна, завтра другая. Да. Давайте распаковывать. Заказ вышел примерно на 7 тысяч. Я не знаю, зачем, почему. Почему я так люблю тратить деньги на косметику. Мне кажется, это какая-то проблема. Мне все это очень сильно хотелось. Оно долго лежало у меня в избранном, поэтому как только появились деньги на карте, я заказала. Думаю, ладно, окей, хорошо. Все-таки иногда нужно делать себе приятное. Конечно, лучше не тратить на это столько денег. Ну, ладно. Давайте начинать. Вот таким образом выглядит коробка. Я не знаю, вмещается ли она в кадр. Надеюсь, вмещается. В общем, она очень большая и довольно тяжелая на самом деле. Но просто там есть и уходовые продукты, поэтому она кажется тяжелой. Ладненько, давайте распаковывать. На самом деле, я сама просто обожаю смотреть распаковки косметики «Золотого яблока». Особенно, если это что-то, знаете, дорогое и то, что я не могу себе позволить купить. Например, не знаю, какая-то люксовая косметика. Это всегда интересно. Какой-то период я смотрела только распаковки «Свалдвар» и, знаете, дешевые косметики. Потом это мне перестало быть интересным, потому что я сама могу это купить, протестировать и снять себе видео на канал. Как тут все тщательно запаковано. А, да, есть вот это что-то. Кстати, мне кажется, «Золотое яблоко» они маркетологи от бога, потому что вот эта вся распаковка, то, что такая красивая, яркая, салатовая коробка, и там все так классно упаковано, и приложение у них удобное выглядит, как реклама «Золотого яблока», но нет. В общем, мне кажется, это очень классный способ продвижения своего магазина. Не знаю, мне кажется, от упаковки зависит 50% того, закажу ли я там еще раз. Потому что, блин, ты заказываешь косметику, я не знаю, «Золотки, радуги», «Магнит-косметик», «Литуали», там приезжает просто пакетик. Просто обычный пакетик из этого магазина, например, за который ты платишь там, я не знаю, 3 рубля. Тут приезжает коробка, и ты за нее ничего не платишь, и это прикольно. Окей. Я принесла себе стул, чтобы поставить эту коробку, чтобы ее тут не держать. Первое, что я достала, это лосьон для тела с кофе и молоком. У меня очень сухая кожа, поэтому без лосьона это просто какой-то кошмар, и это просто невозможно, поэтому я заказала себе вкусный лосьон, чтобы не забывать им мазать, потому что это тоже у меня есть такая проблема. Вот так вот он выглядит. Там был еще гель для душа, но геля у меня очень много уже куплено, хотя у меня и лосьонов на самом деле много, но мне захотелось на осень с ароматом кофе. Как только... А, сейчас понюхаем. Мне кажется, должно пахнуть вкусно. Отзывы были хорошие. Да. Пахнет даже, наверное, какао все-таки, не кофе. Кофе более горький. Кофе с молоком. Ну, возможно, но ближе, наверное, все-таки к какао несколько. Вы знаете, прям пахнет. Мне нравится, пахнет вкусно. Не знаю, как по увлажнению. Наверное, окей. Ну, упаковка суперклассная, мне такое нравится. Ой, много выдавила. Сказала, что тестить не буду, а сама тещу. Пахнет безумно вкусно. Это, наверное, самый вкусно пахнущий лосьон для тела. Мне нравится. Очень приятный запах. Если вы что-то такое искали, мне кажется, супер. Идем дальше. Следующее это тин для губ от Chupa Chups в оттенке 08 Cherry. Я очень давно на них смотрела, выбирала оттенок. Не знала, как его вообще выбрать. Мне этот показался самым интересным, красивым и осенним. Там были более коричневые, но у меня очень много всего коричневого для губ. Хотя у меня и красного, на самом деле, довольно много. Но, не знаю, мне захотелось с вишней. Надеюсь, он будет пахнуть вишней. Выглядит красиво. Это у нас что? Это блеск от бренда Chic. Я тоже долго-долго на него смотрела. И выбрала в оттенке. Сейчас скажу, в каком. 08. Почему-то все в 08. Окей. Я не знаю, в фокусе что или нет. Снимаю на заднюю камеру телефон, а потом вообще без понятия, что там по картинке, что происходит. Ну ладно. Ну, короче, так. Продукты для губ. Очень люблю продукты для губ. Думаю, по моим видео это понятно. Слишком много помад. Уже выпало. Окей. Вот так вот, кстати, все упаковано. Такую бумажную пупырку. Это, наверное, более экологично, мне кажется. Это карандашик для бровей от бренда Kiki. Он стоил очень дешево. У меня 71 тут написано. Я взяла коричневый или светло-коричневый, насколько я помню. Непонятно, тут что-то вроде бы не написано. В общем, он должен подойти рыжим волосам или таким светло-рыжим-медным. Я надеюсь, он мне подойдет. Но выглядит очень прикольно. И тут есть еще и щеточка такая. Блин, я забыла, что я это заказала. У меня есть один сухой скульптор. Он у меня от бренда Kiki с такими мишками. Он выглядит очень мило, но он не сильно пигментирован. И он скорее создает легкий эффект скульптурирования. То есть он такой максимально-максимально нейтральный. Поэтому я им довольно редко пользуюсь по настроению. Но я увидела, что многие советуют вот этот вот скульптор от бренда Estrade. То есть тут я, знаете, купилась на отзывы блогеров и просто людей в отзывах. Я выбрала в оттенке... Без понятия в каком. В 208 оттенке. Как он выглядит. Просто скульптор. Думаю, он должен подойти. Я выбрала, знаете, такой холодный коричневый. Выглядит прикольно. И даже не разбитый. Спасибо. Это приятно. Это плампер для губ от Vivienne Sabo. У меня такой есть. Прямо сейчас могу вам даже показать. У меня вот такой вот красненький. Губы с ним выглядят, как, знаете, с эффектом. Как будто бы ты сделала... Филеры? Сделала филеры? Ну, короче, накачала губы. По-простому скажу. У меня в 0,5 оттенке. Кремант. Не знаю, это оттенок так называется. А этот у меня Афогату. В 0,4. Я не знаю, почему я выбрала не такой. Потом уже в обзорах я посмотрела, и он действительно выглядит, как будто бы более... Мне подходящий. Потому что вот этот я наношу и стираю. Потому что мне нравится эффект увеличения. Именно как от плампера. Но оттенок мне не близок. Он слишком для меня, знаете... Ярко-насыщенный. А вот этот, он такой нюдово-коричневый. И выглядит очень прикольно. 0,4 оттенок. Я вообще о них узнала от Анастасис. Она во влоге показала, рассказала. Но я не знала, какой у нее оттенок. И поэтому вот этот взяла. Потому что он похоже выглядел. Я в последнее время почему-то полюбила бренд Vivienne Sable. У меня очень много всего от них. А смэр. Эта штука меньше, чем я думала. Это тонирующий бальзам маска для волос. От бренда Olin Professional. Вот так вот она выглядит. У нее медный оттенок. Я пробовала несколько видов масок. Я уже даже думала обычную тонику, знаете, за 120 рублей попробовать. Но подумала, ладно. Эта штучка стоила рублей 500. Там много разных оттенков. Я выбрала, конечно же, рыжий. Буду тестить. Надеюсь, не будет быстро вымываться. Потому что все с моих волос сходит просто очень быстро. Но это значит, вроде бы, что волосы не сильно испорченные. Потому что чем волосы хуже, тем они лучше держат пигмент, насколько я знаю. И лучше держат укладки. А мои волосы вообще ни укладки не держат, ни краску, вообще ничего. Тут что-то большое. Я не дождала. Это пампкин капучино. Массажный кофе скраб для тела. Упаковка очень приятная. Такая как софт-тач. Выглядит. Выглядит она вот так вот. О, ну точнее. Это же скраб. Почему она? Хочу понюхать. Надеюсь, будет пахнуть вкусно. Пахнет очень вкусно. Пахнет кофем, тыквенным пирогом, знаете. Вкусненько. Приятно. Мне нравится. У меня есть скраб. У меня сейчас кокосовый из магазина Литуаль. Не помню, как называется. Вот этот захотелось, знаете, на осень. Осталось совсем немножко. Мне захотелось попробовать кисточки более дорогие. Потому что все мои кисти супер дешевые. Это либо с шиин кисточки, либо я брала в магнит косметик. Я не помню, что за бренд. Такие черные просто в наборчике. В принципе, они неплохие, но захотелось чего-то подороже. Это кисть от Top Face. Она подходит для румян, для пудры, для скульпторинга. Вот так вот она выглядит. Белого цвета. Отзывы были хорошие. Хочу сейчас ее открыть и посмотреть. Конечно же, хотелось бы попробовать, я не знаю, кисти от Геворга. Или от Рад. Они выглядят очень прикольно. Они, знаете, такие разноцветные. Но пока я не могу себе, наверное, этого позволить, мне кажется. Поэтому... О, боже. Она такая мягкая. Это просто нежнейшее что-то. Причем она не так уж дорого стоила. Она стоила рублей 300. Очень приятная. Написали, что она не линяет. Очень легко моется. Очень, кстати, она такая, знаете, набита хорошо. Короче. Я в восторге. Мне нравится. Ну, супер. Ну, супер. Очень приятная. И выглядит, знаете, красиво. Я вообще, когда начинала этот канал, я не пользовалась кистями. И спонжиком я не пользовалась. То есть я наносила все продукты пальцами, руками. И, возможно, у меня были какие-то спонжи. Но я, если честно, не помню. И мне кто-то, помню, в комментариях написал о том, что, типа, почему ты там это так наносишь. Это неправильно. И я купила спонжик свой первый. Как раз таки вот года два назад. Возможно, меньше. Полтора, наверное, года. Потому что недавно только моему каналу исполнился год. И я наносила косметику, знаете, не втаптывающими движениями, а растирая. И меня тоже в комментариях учили, как правильно. И потом уже спустя какое-то время я купила кисть. И вообще в начале канала я пользовалась самой дешевой косметикой с Валдебрис. Постепенно, знаете, закупаюсь какими-то более хорошими продуктами. Большой путь пройден, так сказать, в косметике. Я раньше вообще не понимала, зачем тратить тысячу рублей на палетку. Если можно купить за 100 рублей палетку с Валдебрис, и она будет точно такой же. И на самом деле некоторые палетки действительно хорошие. Некоторая косметика действительно неплохая, даже если дешевая. Но вот это вот чувство, когда ты покупаешь себе что-то дорогое, оно суперприятное. И ты ощущаешь себя лучше. Как будто бы, не знаю, не знаю, как это объяснить. Но раньше у меня такого не было, а сейчас такое есть. Поэтому я стала больше тратить денег на косметику. Палетка теней. Про нее, конечно же, будет шорт. Мы сделаем и свочи, и макияж этой палеткой. Долго я на нее смотрела. У нее такие красивые осенние именно оттенки. И сама она выглядит очень красиво. Просто я не знаю, девочки. Ну это роскошь. Ну просто потрясающе выглядит. Это Революшн. Мне нравятся палетки от Революшн. У меня их уже несколько. На канале, кстати, было видео со всеми моими палетками. У меня, конечно, их стало побольше. Но палетки от Революшн там есть. Там есть и свочи, и мое мнение про них. Не буду, ладно, открывать. Хотела открыть. Или открыть. Нет, ладно, не буду. Выглядит, как, знаете, настоящая шоколадка. В упаковке. Очень красивая. Там очень много разных оттенков. Но мне понравились вот такие вот. Боже. Я очень давно ее хотела. Она мне лежала, наверное, год, мне кажется. В избранном. Просто я сейчас буду плакать. Это уже, я не знаю, какая по счету пачка. Пачи от прыщей. Пачка прыщей, хотела сказать. Мне они нравятся. Очень легко вытягивают прыщи. Лучше, пока я не пробовала патчей. Пробовала разные. И от Профессора Скин пробовала. И какие-то с Валдебрисы дешевые. Короче, довольно много я перепробовала. Именно из таких бюджетных. Вот эти самые лучшие от бренда Елизавета. Также от бренда Елизавета масочка. Я как-то на Валдебрисе покупала целый набор этих масок. Там что-то 10 масок. 500 рублей, кажется. Получается намного выгоднее. Они хорошие. Кстати, к макияжу к моему подходят. И последнее на сегодня. Это маски от Дарлинг. Вот такие вот. Милые, красивые. Очень сильно, мне кажется, расфорсенные блогерами. Я пробовала, кажется, другие. То есть там у них разные разновидности есть. Я уже не помню, какие конкретно. И вот эта маска стоила 300 рублей. То есть она дорогая, если не ошибаюсь. Да, это супер увлажняющая гидрогелевая маска с эффектом моментального восстановления. Мне захотелось протестить и посмотреть, и снять про это шорт вообще. Есть ли смысл покупать такие маски, знаете, перед каким-то важным событием, возможно. Не знаю. Мне кажется, это маски все-таки для богатых. Я не знаю, как-то, если честно. Вот эта маска стоит рублей 150. В принципе, это хоть как-то покупаемо, мне кажется. И то для маски на каждый день, наверное, это дорого. Глубоко увлажняющая восстанавливающая тканевая маска. Tall Drink. Зачем мне это? А вот это как называется? Power nap. Как это сделать? Окей. Буду пробовать. Но вот когда я делала похожую такую маску, рублей за 100, за 150, я не сильно заметила разницу. Да, она довольно тоненькая, очень приятно прилегает к лицу. Но, не знаю, те же маски от Килизовеки ничем не хуже. Я поэтому перестала вообще их брать и на них вообще смотреть. Но что-то меня шибануло, и я решила вновь их попробовать. Я на этом буду заканчивать это видео. Мы все с вами распаковали. Буду рада вашим лайкам, комментариям и подписке на канал. Да, подписывайтесь, чтобы не пропустить вообще, как это все будет работать. Можно ли вообще сделать с этим макияж. Будет очень много интересных шорсов. У меня сейчас еще на канале выходят каждый день шорты с распаковкой дешевой косметики с Валдберрис. Ну, не только с дешевой, но с такой бюджетной классической косметики с Валдберрис. Так что, да, всем пока. До скорых встреч. Я такая неловкая. Это просто какой-то кошмар. Ладно.